Что такое самоспасатель и как им пользоваться? Инспекторы пожарного надзора МЧС России по Люберецкому городскому округу провели обучающий мастер-класс для воспитанников Центра социальной реабилитации. Также пожарные напомнили ребятам, как вести себя во время чрезвычайной ситуации. Подробности далее. В Центре социальной реабилитации несовершеннолетних сотрудники МЧС частые гости приезжают несколько раз в течение года, чтобы напомнить о правилах поведения во время пожара. На какие номера спецслужб позвонить и как быстро найти выход в экстренной ситуации. Если помещение завалокло дымом, поможет самоспасатель. Он защитит легкие глаза в течение получаса. Этого времени хватит, чтобы покинуть опасную зону. В арсенале Центра социальной реабилитации два вида самоспасателей для детей и взрослых. Его нужно взять вот так, внутренней стороной ладони, да, таким образом и надеть на голову. То есть, вот, давай мы тебя оденем сейчас. Центр социальной реабилитации несовершеннолетних в поселке Томилино круглосуточного пребывания. Поэтому педагоги постоянно во время занятий напоминают воспитанникам, как вести себя во время чрезвычайной ситуации. Раз в месяц – обязательная учебная тревога. В случае какой-то чрезвычайной ситуации мы уже находимся, так сказать, в готовности того, что никто не растеряется. Дети прекрасно знают, куда им надо идти. Также и взрослые, соответственно. Это по всем правилам. Сотрудники МЧС регулярно проводят подобные профилактические беседы в детских садах, школах, техникумах и вузах, расположенных на территории городского округа. Все образовательные учреждения со стопроцентом охватывают наши сотрудники. Данное мероприятие проводится в плановом режиме, то есть с учетом сезонных рисков возникновения пожара. То есть у нас сейчас наступает весенне-летний пожароопасный период. То есть сейчас снег у нас растает, начнется дачный сезон. То есть это у нас костры, сжигание мусора, травы и тому подобное. В конце встречи ребята нарисовали мини-плакаты, посвященные пожарной безопасности. Авторы лучших работ получили подарок от сотрудников МЧС.